Сегодня Иван, как и остальные спидкуберы, принимает участие в первых краевых соревнованиях по скоростной сборке головоломок. Суть одна, как можно быстрее собрать кубик Рубика. Сделать это для Вани – дело достаточно простое. Занимается спидкубингом с октября, но уже успел поучаствовать во многих турнирах. По его словам, главное – изучать формулы сборки. Начал в начале октября, вдруг принес кубик в школу, и я тоже решил собирать. Просто в интернете нашел канал, научился и начал собирать. С одной стороны, спидкубинг – это спорт, с другой – интересное хобби. Он является достаточно молодым видом интеллектуального спорта. Приобщение к этому занятию помогает в социальной адаптации, умственном развитии, а также тренирует память, моторику пальцев, логику и реакцию. Сборка головоломок на скорость набирает свою популярность и в нашем крае. В данных соревнованиях приняло участие около 40 спортсменов. Во Владивостоке есть сообщество спидкуберов, людей, которые увлекаются головоломками. В этом обществе уже давно ходила такая идея – сделать соревнование, но мы решили ее реализовать. Я начал увлекаться в прошлом году. На Новый год я купил своей дочке кубик Рубика и сам увлекся этим хобби. И вот полтора года, грубо говоря, увлекаюсь этой головоломкой. На турнир прибыли представители Владивостока, Хабаровска, Артема, Уссурийска и Находки. К слову, лучшим спидкубером стал представитель Хабаровска Иван Завгородний, который специально приехал на эти соревнования. Он собрал кубик Рубика 2 на 2 менее чем за 5 секунд. Я вообще приравниваю спидкубинг к спорту, поэтому, как и в любом спорте, много тренироваться. У меня стаж примерно 8 лет. Два секрета – это сама скорость пальцев, нужно очень быстро крутить так называемые фингертриксы и количество алгоритмов, которые у вас удержатся в голове. Количество куберов растет большими темпами. Разрабатывается все более совершенный алгоритм сборки кубика, позволяя спидкуберам достигать немыслимых результатов, о которых еще пару лет назад никто даже и не мечтал. А организаторы, в свою очередь, сообщили, что планируют в будущем провести соревнования международного формата, который уже аккредитовала Международная ассоциация Кубинка. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.